Это последний день календарного года. Итак, в конце года нам нужна какая-то контрольная точка. Иначе, если бы мы не отсчитывали новые года, некоторые из вас считают свои дни рождения. Я не доверяю вам в подсчетах дни рождений, потому что вы можете считать так — 18, 18, 18. По крайней мере, вы говорите, что наступает 2015 год. Я уверен, что вы не будете продолжать повторять 2014 в следующем году. Нет. Поэтому мы будем придерживаться нового года. Сама суть отчета времени заключается в том, что нам нужен какой-то показатель, нужна контрольная точка, просто чтобы знать, двигаемся ли мы вперед или назад в нашей жизни. Я хочу, чтобы вы оглянулись на 2014 год. Как человек. Не как бизнесмен. Не с точки зрения карьеры или чего-то еще. Эти вещи имеют значение, вы о них позаботитесь. Как человек. Вы двигались вперед или назад. Вам нужно оценить это сегодня. Вы должны задавать себе этот вопрос каждый вечер. Но если вы некудочный бухгалтер по жизни, вы должны проводить оценку, по крайней мере, раз в год. Если вы будете делать это раз в десятилетие, будет слишком поздно, поверьте. Вы не сможете ничего исправить. Если вы будете проводить оценку раз в день, раз в неделю, раз в месяц, вы сможете принять корректирующие меры в своей жизни. Хотя бы раз в год. Оценивайте. Продвинулся ли я вперед, как человек. Или наоборот, сделал шаг назад. Простой способ проверить это. Посмотреть, каким я был в 2014 году. Стал ли я немного более радостным человеком в 2015 году? Стал ли я немного более расслабленным? Стал ли я более сострадательным? Стал ли я более любящим? Вы просто должны проверять. Не надо ориентироваться на мнение вашей семьи, потому что может быть много предрассудков, корыстных целей. Семья, соседи, друзья, у них у всех есть корыстные интересы. Если вы не будете делать то, что, на их взгляд, вы должны делать, они подумают, что ваша жизнь пошла под откос. 33 года назад все думали, что я сошел с ума. Сегодня те же самые люди хлопают в ладоши. Это другое дело. Это по другой причине. Но я хочу сказать, что даже если вы сделали позитивные шаги, кто-то другой может думать иначе. Поэтому мне не нужна чужая оценка того, кем вы являетесь. Искренне взгляните в себя и посмотрите, продвинулись ли вы как человек, потому что вы стали на один год ближе к могиле. Собираетесь ли вы, если не жить, то хотя бы умереть лучшим человеком? Допустим, мы умрем завтра утром. Умрем ли мы немного лучшими людьми, чем были год назад? Вот важный вопрос. Если мы живем, прекрасно. Но даже если мы умрем, мы не будем сожалеть. Это очень важно. Да? Если мы живем как лучшие человеческие существа, это прекрасно для нас, прекрасно для всех вокруг. Допустим, мы умираем. По крайней мере, не должно быть сожалений о том, какое я ужасное существо, и что я умираю, и все этому только рады. Это другое. Так что если вы планируете, чтобы люди вокруг вас радовались и испытывали облегчение, только когда вы умрете, это не лучший способ жить. Если они радуются вашему присутствию, прекрасно. Если они радуются вашему отсутствию, это никуда не годится. Это важно. Важно это проверять. И в наступающем году у вас должен быть план. Как стать лучшим человеком по сравнению с тем, каким я был в 2014 году? Я хочу, чтобы у вас был четкий план. Как я собираюсь стать лучшим человеком? Какой у меня план? У вас должен быть свой план. Мы можем помочь вам с навигацией, с реализацией вашего плана. Но у вас должен быть план. Не ждите, пока сложится космическая геометрия. В космической геометрии все находится на своем месте, иначе она бы потерпела крушение. Космическая геометрия не дает сбоев только потому, что она совершенна. Вы заметили какие-нибудь шумы, громкие звуки сегодня утром, когда всходило солнце? Трение? Кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат. Оно поднялось вот так, как старая машина? Оно поднялось очень плавно, не так ли? Да? Очень плавно. Вы даже этого не заметили. Вот насколько плавно оно поднялось. Так что космическая геометрия работает идеально. Не переживайте о том, где находятся звезды, как они расположены, все ли в порядке или нет, все идеально. Дело в вас. Будете ли вы ехать верхом или будете раздавлены? Вот в чем вопрос. Поэтому у вас должен быть четкий план на 2015 год. Как мне стать лучшим человеком внутри себя? То, что происходит вокруг вас, это следствие того, как устроен мир и как мы себя ведем. Последствия — это одно. Но то, как мы себя ведем, очень важно, потому что именно это определяет качество того, кем мы являемся. То, что происходит, получаемое чуть больше, чуть меньше, происходит одно, другое. Это не качество вашей жизни. Это просто содержание вашей жизни. Содержание не должно определять качество. Качество жизни всегда определяется контекстом. Поэтому в наступающем году план должен быть хорошим, эффективным. Я хочу, чтобы у вас был амбициозный план. Не маленький, глупый, крошечный план, а очень амбициозный план. К концу этого года я должен быть в таком-то состоянии. Да? Время планировать. На наступающий год у нас есть четкий план, и мы работаем по нему. План выполнимый, амбициозный, а не маленький. Я хочу, чтобы все вы разработали подобный план. Если нужно, запишите его. Вот каким я буду в наступающем году. Каким бы ни было, ваше представление о лучшем человеке. Вы не обязательно должны следовать моим рецептам. Но если вы стали лучше, то, по крайней мере, внутри себя вы должны функционировать с меньшим трением, меньшими проблемами, меньшим смятением. Да? Это будет говорить о том, что вы стали лучше. Продолжение следует...